Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Господи, Благослови, Душа моя Господа, и вся внутренняя мое имя святое Бог. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня я хотел предложить вашему вниманию одну из, может быть, малозаметных, но не менее от этого важных тем в жизни Православной Церкви каждого христианина. Давайте поговорим о Таинстве Евхаристии, практике Причащения Святых Тайн и традиции приготовления ко Святому Причащению. Конечно же, каждый из нас, читая Священное Писание Нового Завета, помнит слова Спасителя о том, что Причащение Святых Тайн является основой духовной жизни каждого христианина и Церкви в целом. Господь говорит о том, что «Кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, не может иметь в себе жизни. Кидущий Мою плоть и пьющий Мою кровь во Мне пребывает, и Я в Нем». Эти слова Спасителя подвигают каждого верующего прибегать ко Святому Причастию как можно чаще. Но в настоящее время существуют разные мнения и разные обычаи в церковном народе в отношении чистоты Причащения и приготовления ко Святому Причастию. Давайте начнем разговор с того, что вспомним одну из церковных истин. Бог сотворил мир и человека, и Церковь создал, установив в ней во всем этом закон священно-началия. Есть главное, есть второстепенное. Второстепенное тоже важно, но без главного оно ничто. Закон священно-началия присутствует в природе, в человеческой природе, в природе души человека, главное место, в которое занимает ум, по слову святых отцов. Также принцип священно-началия присутствует и в церковной жизни. На нем построена церковь, глава церкви, по слову апостола Павла, сам Христос. Каждый верующий во Христа и следующий за Ним становится частью церкви. Также возглавляет поместная церковь патриарх на настоящее время. Священно-началия далее разделяется на священнослужителей, диаконов, клириков, высшего и низшего клира и мирян. То есть весь церковный народ составляет вместе с клиром и мирянами полноту православной церкви. Принцип священно-началия действует и в отношении вероучения православного. На первом месте в православном вероучении стоит догмат. Это богооткровенная, непреложная, неизменная истина. Затем, если говорить о иерархии вероучительной, следует теологумен частно-богословское мнение святых отцов, частно-богословское мнение каждого православного христианина по какому-либо вопросу, не противоречащее догмату. И такое понятие, как явление, как ересь. Это какое-либо утверждение в плане веры, противоречащее, искажающее догматы православной церкви. Также и в духовной жизни всей церкви существуют свои законы, сложившиеся с течением времени, принятые на поместных вселенских соборах, правила некоторых отцов церкви, которые также включены в книгу, называемую «Канонический сборник православной церкви». Каждый православный христианин в своей жизни призывается церковью руководствоваться законами церкви. Это отношение к духовной жизни под руководством правил православной церкви применимо и в отношении святого причащения, приготовления к причастию и вопросу о том, как часто необходимо причащаться. Как мы говорили в начале, в настоящее время среди пастырей и мирян существует много различных мнений, например, по поводу того, как часто следует приступать ко святому таинству. Одни говорят, нужно причащаться каждый пост, другие говорят, что достаточно раз в полгода, те, кто много времени занят на работе, другие призывают причащаться людей как можно чаще и стараться приступать ко причастию каждый воскресный день. Если заглянуть в историю церкви, то мы увидим, что во времена апостольские в первом веке христиане приступали ко святой Евхаристии каждый день Господень, то есть воскресный день, день воскресения Христова. В дальнейшем эта практика сохранилась во многих поместных православных церквах. Например, такая практика в настоящее время существует в Илладской православной церкви, в Константинопольском патриархате, в Антиохийской и Александрийской православных поместных церквах. В России с приходом христианства на Руси была подобная практика причащения. Но в связи с различными настроениями внутренними и внешними постепенно в народе стало происходить охлаждение к причащению. Люди стали реже причащаться. Это привело, в конце концов, к традиции конца XIX века. Все граждане Российской империи обязывались причащаться один раз в год, исповедоваться и причащаться для того, чтобы подтвердить свою лояльность к государству российскому, к императору российскому. И вот, конечно же, эта формализация таинства, она привела к тому, что мы имели последние 70 лет к царству безбожия, гонениям на церковь. Все это продукт отчуждения, охлаждения веры в человеке и любви к Богу и к ближнему. Итак, что же говорят о практике приготовления к святому причащению святые каноны? 47 правила Карфагенского собора и 29 правила Трульского собора говорят о причащении натощак, то есть предписывают тот самый евхаристический пост с 12 часов ночи до причащения каждому желающему приступить к таинству. Девятое правило свидетель Никифора Исповедника говорит о том, что умирающий может быть удостоен причастия, даже если и вкусил какой-либо пищи. Пятое правило Тимофея Александрийского и тринадцатое правило Первого Вселенского собора говорят о том, что желающий причаститься, если состоит в браке, то должен воздержаться от супружеских отношений накануне дня причастия. Иных правил, которые каким-либо образом были связаны с причащением святых тайн, с приготовлением к причастию в каноническом сборнике Православной Церкви не существует. Всё остальное относится к традициям различных поместных православных церквей или даже отдельно взятых приходов конкретной Православной Церкви. Как я уже говорил ранее, в современной практике Русской Православной Церкви пастыри призывают три дня поститься, читать каноны к причастию. И, к сожалению, вот эта практика приготовления не учитывает особенности жизни каждого православного христианина. Ведь кто-то причащается и хочет причащаться каждый воскресный день, а кто-то и раз в полгода не приходит для причастия. В таком случае, конечно же, по слову Спасителя, мы не должны возлагать бремена неудобоносимые на пасомах, как это делали фарисеи, и не заставлять делать верующих то, что сами не делаем. Иногда говорят о том, что приготовление священника и причащение священника сильно очень отличается от приготовления мирянина и причащения мирянина. С этим может поспорить святитель Иоанн Златоуст, который в IV веке говорил, что только лишь в одном клир и миряне не отличаются друг от друга. Но есть случаи, когда священник не отличается от подначального, например, когда нужно причащаться святых тайн. Мы все одинаково удостаиваемся их не так, как в Ветхом Завете, где иной вкушал священник, иной народ. Ныне не так, но всем предлагается одно тело и одна чаша. Это говорит о том, что Церковь живет единой евхаристической жизнью, и приготовление к причастию распространяется на всех членах Церкви в равной степени. Кроме того, очень часто забывается нами, что главное средство приготовления ко причастию — это не столько пост и не столько чтение молитвенного правила ко святому причащению, сколько образ жизни и наше отношение и участие, глубина этого участия в Божественной Литургии. Хотелось бы напомнить слова святого Николая Кавасилы, толкователя Божественной Литургии, о важности отношения к Литургии как к самому главному средству приготовления к причастию. «Псалмы и чтение Писаний предуготовляют нас к освящению святыми тайнами», говорит святой Николай Кавасилов. Это обращает наше внимание на смысл совершающегося на Божественной Литургии и помогает нам вникнуть в это таинство и приступить к нему, не чувствуя свое достоинство, когда я попастился, прочитал все молитвы, исполнил все предписания священника, а помогает нам осознать свое недостоинство, что бы мы ни сделали, сколько бы мы ни постились и сколько бы мы ни молились, мы всегда недостойны того, что предлагает и дарит нам в причастии Христос. По слову одного из святых отцов в Древней Церкви, мы причащаемся, приступаем к причастию всегда дерзая, как дерзала вдова, страдавшая кровотечением, прикоснуться к одежде Спасителя и исцелилась. Итак, братья и сестры, мы сделали с вами краткий обзор современной практики приготовления к причастию Русской Православной Церкви и канонических указаний в отношении чистоты причащения и приготовления к святому таинству. Какой вариант нам выбрать, конечно, следует каждому советоваться со своим Духовным Отцом. А если Духовного Отца на данный момент нет, то руководствоваться церковными канонами, не вступая, конечно же, в конфликт с служащими Божественной Литургией и принимающими исповедь. Главное, чтобы участие в Литургии и причастии святых тайн для всех нас было во спасение нам. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутреннюю мое имя святого Игоря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok